До открытия еще несколько минут, а перед входом уже очередь. Галина Короткевич делится. Доходы у нее случайные, а в непростое время хочется стабильности. Работающая давно читала объявления в газетах, размещала резюме в интернете. Никаких результатов. Объявления одни, а когда звонишь, отвечают непонятно, что там. Потому как бы хотелось вот наочию встретиться, поговорить, узнать побольше, что могут предложить. Тут как бы сидят конкретно люди, которые действительно могут предложить то, что может подойдет. Соискатели отмечают, определиться с работой на ярмарке проще. Личное общение с возможными работодателями эффективнее интернет-переписки. На этот раз вакансии предлагали муниципальные предприятия. Акцент был сделан именно на женщинах. Им сложнее найти работу, особенно после декретного. Здесь более 200 вакансий именно присутствующих предприятий. Предприятий более 10. И еще мы предоставляем всю базу центра занятости. Это более 19 тысяч вакансий. Поэтому любой соискатель, который приходит на ярмарку, мужчина или женщина, могут посмотреть и подобрать себе работу. Сегодня работу в Самаре официально ищут около пяти тысяч человек. Трудоустроиться вполне реально, если объективно оценивать свои способности и желаемый заработок. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.